современное телевидение беда современного телевидения состоит в том что лиц немного очень мало людей очень мало лиц которые бы мы по-настоящему запомнили убили очень мало героев экрана и наш сегодняшний гость это настоящий герой нашего экрана человек которого запомнили и полюбили буквально с первых эфирового прихода в украинское телевидение это известный журналист сергей дорофеев 16 лет проработал в медиа он знает абсолютно все тонкости телевизионного контента белорусский журналист свою телевизионную карьеру начал с должности редактора вел ток-шоу выбор и авторскую телевизионную программу выбор плюс на белорусском телевидении в декабре 2010 года его отстранили от эфира по политическим мотивам и уже спустя полгода уволили три года работает в украине ввел программу портреты с сергеем дорофеевым на пятом канале и ток-шоу касается каждого на интере в 2012 году получил премию теле триумф в номинации интервью эр года сегодня занял должность креативного продюсера телеканала зиг сергей дорофеев в гостях у натальи влаченко программе люди хату сергей здравствуйте здравствуйте неловко я прям по твоим зрениям почувствовала ваше возмущение и вашу неловкость потому что я всегда очень осторожно отношусь к таким эпитетом и титром как герой не знаю нашего времени или какого-то другого времени когда я приехал из украины из беларуси в украину мне часто говорили вот на нашей встрече в компании представляя меня на нашей встрече присутствует человек который является собой жертву белорусского режима я все время протест протестовал против я должна уточнить когда я говорила герой я имела виду другой я не имела ввиду герой как жертва режима и как человек который стал на баррикадах я имела ввиду что герой телевидения это тот человек у которого девушки хотят брать автографы которого любит которого включают и так далее чик ньюсмейкер чек который интересен всем вот в этом смысле вы безусловно один из немногих людей такой генерал украинского эфира чек который запомнился всем и у которого есть своя аудитория и с этого я хочу начать потому что у вас был небольшой перерыв и возможно для вас он был большим до после эфира в на интере и я с огромным удовольствием буквально на днях узнала что вы пришли на телеканал звук телеканал который лично я люблю который считаю очень интересным и аскар расскажите нам что вы там будете делать я вот не на медне совсем недавно подписал зиком контракт когда я обсуждал с руководством зика то чем я буду заниматься звучали разные самые разные должности вот я говорю давайте мы не будем зацикливаться на этих должностях потому что для меня это в общем такая бетафория зовите меня гримером нового телеканала я как раз буду отвечает за все элементы брендинга за продвижение существующего контента его форматирование изменения до создания нового контента за промо акции ну и собственно конечно эфир у вас будет да да вот с языка сняли я бы очень хотел вернуться в эфир потому что ведущий долгое время без эфира он начинает становиться черством он перестает чувствовать все тонкости вкус цвет запах эфирного присутствия в кадрового это очень важно потом это уведу у профессиональных ведущих есть такой наркотический голод они долго не могут ну как актеров собственно говоря профессиональных это правда смотрите за эти годы сергей вы прошли достаточно нелегкую дорогу вот все было да был отъезд из страны которую вы любите в которой вы жили вот с вашей родины да с белоруссии был была работа на пятом канале был переход это все сопровождалось бесконечными какими-то разговорами выяснениями там сми почему шел что сказал петр иксич порошенко какие-то непростые отношения потом которые начали складываться на интере которым еще вернемся и так далее вот как за это время изменилось ваше отношение к профессии потому что когда человек все время вот проходит вот эту закалку холодно жарко холодно жарко он конечно и сам меняется как личность и меняется его отношение к профессии отлетает вот как ты понимаешь что вот это шелуха это не надо то что чему я придавал такое значение колоссально а вот это действительно вот этим я не готов поступиться например да очень правильные слова говорите вот только спустя какое-то время прохождение через вот эту вот мясорубку ты понимаешь что есть шелуха что есть те вещи базовые принципы опорные точки на которых и дальше будет держаться и строится и твоя жизнь и твоя профессия карьера твоя отсутствие в эфире она я не могу сказать что я очень страдал от того что у меня не было в кадре вы как журналист с большим опытом сами прекрасно понимаете и только что это обозначили как сложно ведущему без эфира но я настолько устал на интере скажу честно от тех не всегда комфортных программ которые мне пришлось вести потому что скажу прямо меня приглашали на несколько иное ток-шоу я подписывал контракт с интером как вещателем на несколько иной контент я устал после этой программы устал и мне нужно было какое-то время чтобы прийти в себя я устал и физически и морально подобные подобный формат он не близок мне так что мое отсутствие в эфире что это было для меня я фактически оплачивал роскошь быть самим собой это важно это важно и вот я никогда скажу честно как бы мне тяжело ни было но я никогда не изменял своим телевизионным форматным вкусом даже если был помещен в не совсем для меня комфортный формат непрофессионально вот и знакомый мне формат духовно морально для меня не очень комфортный формат я пытался его сделать под себя вот а почему ушел ну потому что я считаю что нельзя играть живыми людьми их судьбами как солдатиками мы можем проводить там расставив эти солдатики на ковре некую рекогностировку наших сил думать какая девизия у нас сильнее и так далее так далее делать это эффектно делать это по телевизионному ярко но часто продюсеры которые формуют вот такой контент забывают о том что ты работаешь живыми людьми и получив некие эмоции в кадре это слишком дорогая цена потому что ты свои показатели вещания доли рейтинги ты строишь на на извилистых судьбах этих а скажите сергей вот у коль мы уже заговорили об этике продюсерской а я сейчас смотрю на многих телеканалах программа которая как мне кажется уже за грани добра и зла там действительно вообще человеческие судьбы не имеют вообще никакого значения не этичные вопросы не этичные конструируется почему да это даже не жизнь это просто конструируется ситуации взаимоотношения когда человек унижается просто ну до уровня букашки совершенно для того чтобы получить общий движняк телевизионно получить рейтинги и получить скандал как вы считаете а скоро и наступит конец этому телевидению потому что у меня такое ощущение что нужно мертво вот знаете вы даже запах уже мертвичины я думаю что не то что скоро наступит конец такого телевидения он уже наступает он уже наступает потому что аудитория какого бы она возрастного ценза не была, какого бы она статуса социального не была, какого бы она смотрительского опыта не была, она чувствует материал, из которого делаются телевизионные те же программы. Я хочу о вашем канале спросить. Это пластмассовые программы, где все шито белыми нитками, где все эмоции абсолютно искусственны, как в свое время в окнах Нагиева, да? Или это другие искренние программы? Искренне, вот я не хочу быть пафосным. Вот сейчас такое время, которое переформатировало всю нормальную, понятную лексику. Когда мы говорим о нейтральной журналистике, у кого-то это вызывает улыбку. У меня это вызывает улыбку только в одном контексте. Это тавтология. А какой еще должна быть журналистика? Нейтральной. Но вот точно так же я не понимаю, когда говорят оппозиционные СМИ, провластные СМИ. Позвольте. Мне кажется, что оппозиционные СМИ, это так же ужасно, как и провластные. СМИ не должны быть ни тем, ни другим. Вот такая же ситуация. Я писал об этом в материалах своих в Беларуси. Когда остались, когда эта нейтральная журналистика оказалась вытравлена этой государственной так называемой идеологией в Беларуси. Когда остались только агрессивные фланги. Когда действительно медиа разделились на две большие группы. Пропагандистские, то есть провластные, и оппозиционные. Это другой агрессивный фланг. Ну, маргинальные полюса никогда не могут отвечать истине. Это же понятно по законам физики даже. В любом случае. А скажите, вот чтобы закончить тему канала, на котором вы сейчас будете делать контент. Я когда смотрю на вот, на вновь созданные телеканалы, там, конечно, мы с вами говорили в эфире до этого об этом, там есть большая проблема с уровнем профессиональным, но там есть еще и другая проблема с контентом. Потому что, ведь знаете, нормальное телевидение, интересное телевидение, это когда мы можем говорить о многом. Невозможно существовать, я уже не говорю невозможно с точки зрения рекламодателя, существовать только... Почему даже было так тяжело в первое время? Потому что нельзя бесконечно говорить только о митингах. Нельзя только все время говорить о демократических ценностях и об этом. Люди, они же живут, они хотят слышать там, я не знаю, о любви, о семье, об искусстве, о культуре, о спорте. Еще о многих-многих... Жизнь это много других вещей. Чтобы узнавать себя. И когда я вижу, да, потому что телевидение, по идее, это должно быть зеркало нашей жизни, или, по крайней мере, собеседник какой-то более или менее разумный. И когда я вижу вот эту заточку конкретно только на политические темы, у меня всегда встает вопрос, а чем будут ребята заниматься, когда вот это вот острое политическое противостояние в стране закончится, и закончится интерес к политике, ну, в такой огромной, так сказать, в такой огромной массе. Чем они будут заниматься? Вот вы как смотрите на формирование контента уже сегодня? Потому что вам же нужен рекламодатель в том числе. Вы очень правильно говорите. Мое глубокое убеждение, я это говорил тем людям, которые принимали меня на работу, с кем я подписывал контракт креативного продюсера, это так называется, о том, что любое бизнес-решение, любое бизнес-решение телевизионное, если мы говорим о маркетинге, да, оно должно наполняться творческим содержанием. Должен быть тот базис, на котором должны держаться, строиться все программы, весь контент. Если мы говорим о политическом контенте, то это уже только надстройка. Причем, если мы эту надстройку убираем, базис должен остаться цельным. Поэтому все мы, все мы зрители, неважно, появляемся мы в телевизоре или нет. Я точно так же смотрю самые разные кнопки и пытаюсь их оценивать, хотя это сложно, потому что, когда ты работаешь на телевидении, ты все равно это воспринимаешь через призму свою, продюсерскую, ведущего, журналиста и так далее. Безусловно, должны быть самые разные программы, которые бы жили, были интересны, были содержательны, были бы, может быть, не... И вы сейчас будете закладывать линейку. Да, да, безусловно. Не заставляли бы как-то меня смотреть, как зрителя на жизнь, не говорили бы мне, что такое хорошо и что такое плохо, не учили бы меня в соответствии с какими-то догмами, там, политико-идеологическими, конъюнктурными, а которые бы мне простым, понятным языком, без какого-то напускного снобизма говорили, помогали разобраться вот в той мешанине, которая сейчас меня окружает. Ведь есть неприходящие базовые ценности, на которых держится абсолютно все. Замечательные слова я недавно прочитал у своего любимого Танино Гуэра. Я периодически, когда так, я начинаю буксовать, я читаю и всегда обращаюсь к Пастернаку, а в последнее время к Танино Гуэре. И вот Танино говорит замечательно. Кстати, я жалею... Очень сторонный, веселый человек был, кстати говоря. Вот был, вот в этом трагизм. Несколько раз я был готов взять интервью. Но, слава богу, длинную жизнь прожил, поэтому... Но так не суждено было встретиться и поговорить с сеньором Танино. Великий. Из великих. И он сказал очень хорошие слова. Говорит, жить по-настоящему – это чувствовать скрытое дыхание даже каждого листка. Вот когда, как зритель, включая канал, я буду видеть, что говорят мне об истинных ценностях, когда я буду это чувствовать, когда я буду понимать и проецировать эти программы на себя, а как бы я повел в этой ситуации себя. Когда я буду благодарить создателей этих программ за то, что они не помогают разобраться в происходящем, а не буду воспринимать только от них шоу, вот эту вот одну шелуху, только шоу. Или, например, там с утра до вечера говорите о злочинной Владе. Мне кажется, это тоже такая вульгаризация. Я останусь с этой кнопкой. Я останусь с этой кнопкой. За последние, там, наверное, лет 5-7 появилось достаточно фильмов совсем с небольшим бюджетом, которые имели хорошие кассовые сборы. Например, о каких фильмах? Вот все, что делал Звягинцев, например, Елена. Великолепные. Великолепная картина. Сказать, что она коммерчески ориентирована, сказать, что она будет собирать аудиторию в первые топовые уикенды – нет. Но те вопросы, которые там поднимаются, они настоящие. Поэтому, когда зритель устал, он начал прекрасно понимать наш с вами закрытый телевизионный язык. Я имею в виду не нас с вами именно, а всех создателей телевизионного контента, он начал понимать, как делаются эти шоу, он начал понимать, как монтажно вставляются улыбки, крики, ахи, вздохи и междометия. И он начинает от этого уставать. Он все прекрасно знает об обстановке, конечно. Они делают это по-настоящему. И они говорят на том языке, на котором говорят думающие люди, их зрители. Вот тогда вот эта дистанция между создателями телевизионных программ и их зрителями будет сокращена. Сергей, Петр Алексеевич Порошенко стал президентом. Ну вот, инаугурация скоро будет. Не мелькнула такая шальная мысль у вас? Эх, ушел из пятого канала. Это такой вопрос-шутка, но тем не менее. Да нет, это вопрос. Мне часто его задают в последнее время, вот за последние дни, когда стало понятно, что Петр Порошенко победил. Если бы я строил свое настоящее будущее вот на подобных карьерных принципах, я должен, допустим, говорить себе, я должен быть с теми людьми, у которых есть шанс подняться выше, а значит, я как рыбешка за большой этой акулой дальше смогу плыть, это был бы не я. Я никогда так не поступал. И каждый раз, когда мне вот подобные вещи говорят, я говорю, ну нет. Мне хочется чувствовать себя комфортным в профессии и в тех, и гордиться теми вещами, которые сделал лично я. Хорошо, задам более серьезный вопрос. До, во время перед выбранной кампании Петр Алексеевич обещал продать бизнес. И, ну, просто говорит, что это просто ни одного дня. Он сейчас говорит, что Рошан продается. Он уже затеет, да. Теперь он сказал, что Рошан продает в процессе, Пятый канал не продается. А насколько корректна эта ситуация? Ну, мне кажется, что не я должен оценивать степень корректности этой готовности. Я перед нашим интервью, когда смотрел ленты новостей, я видел заявление ОБСЕ и Организации по безопасности в Европе. Они недовольны обстоятельствами. Да, высказала такую некоторую озабоченность в связи с тем, что Пятый канал будет оставаться у теперь уже президента. Хотя все знают, что были подписаны соответствующие документы еще на заре Пятого канала о невмешательстве владельца, инвестора в редакционную политику. Я не знаю, как будет дальше. Хотя бы потому, что я сейчас не работаю на Пятом канале. Но тому же Порошенко и своим коллегам с Пятого канала, всем, от продюсерского состава, и до коллег, с кем мы работали в кадре, и редакторов, кто с нами работал, я благодарен за то, что меня никогда никто не пытался формовать. Или потому, что на Пятом это не принято, или потому, что понимали, что в отношении меня это безрезультатно будет. В мою голову и в мои уста никогда никто не вкладывал те посылы, тезисы, фразы, которые я должен отпускать в эфир, или относительно которых я должен молчать. Окей, еще в одном президенте. Вот я посмотрела там последние два интервью, которые были с Лукашенко, у Шустера и у Собчак. И как-то мне показалось, возможно, показалось, что он как-то немножко изменился. Он такой, знаете, раньше он такой был сатрап, а теперь он такой королек, такой мягкий. Вот я бы не стала листовывать Навального, он говорит. Вот он рассказал, что он развелся, что там о Коле, о том, о Семе, о том, как бы он хотел, чтобы его похоронили. И как-то так он не то стареет, не то он решил изменить имидж, не то еще что-то. А у вас какие ощущения и впечатления последние у Лукашенко? Вы задаете вопрос, для ответа на который нужно минут 30, чтобы в полной мере на него ответить, на этот вопрос. Мне интересно, потому что... Иначе мне придется бежать просто по волнам. Ну, если можно хотя бы... Кратко. Я постараюсь сейчас выбрать какие-то основные направления. Один мой коллега сказал очень правильные слова относительно Беларуси. Этими словами он отвечал на реплики своих друзей, которые только-только вернулись из Минска, и говорят, как же у вас там чисто. Вот-вот, да. У вас же там стабильность. Стабильность. Да, вот ключевое слово стабильность. И вот мой коллега им отвечает. Послушайте, из Беларуси коллега, то, что вы называете стабильностью, на самом деле есть совковый застой. Вот это очень важные слова, на которых держится, для меня держится определение того, что происходит в Беларуси. Вот каждый день практически мне звонят мои бывшие белорусские коллеги. Это самые разные люди. Это и менеджеры телевизионные, родины, люди, которые работают в печатных медиа. Это и ведущие. Говорят, вот ты помнишь меня? Ну, помню, говорю, конечно. Вот я готов или готова делать все, что угодно. Если там есть что-то интересное, и даже не очень интересное, позвони мне, пожалуйста. Я тебе напомню мой телефон, или электронный адрес, или твиттер, или что-то и так далее. Потому что люди переварили там сами себя, люди активные, желающие что-то делать, менять себя и менять свою страну, они себя переварили. У них не хватает возможностей и воздуха, чтобы дышать и развиваться там. Настолько выстроена вертикаль, что она просто блокирует возможность поступления нового глотка чистого воздуха. Скоро начнется исход из России. Я часто об этом говорю. Журналисты. Что Беларусь, Беларусь, это был идеологический полигон и для Украины, и для России. То, что произошло в Беларуси, и как все это за 20 лет побольше уже получилось у Лукашенко и его окружения, это вот такая, ну, что ли, матрица, которая может наполняться другим содержанием и в России, и в Украине. Но в Украине сейчас, слава Богу, шансов того, что та же матрица белорусская будет в Украине уже меньше. Но здесь другая ментальность. Другая ментальность, правильно, да. Но это закрытое... Жанга свободы исторически гораздо больше всегда была. Да вы знаете, ну, я отчасти с вами согласен, потому что и белорусы, они больше европейцы, чем, скажем, там, жители Москвы и Московской области. Кстати, больше. Белорусы, по сути своей, по сути своей, по ментальному восприятию, по готовности участвовать в диффузии ценностей с представителями протестантско-кальвинистской философии европейской, они больше открыты к этой диффузии ценностей из-за рубежа. Но они готовы за нее бороться. Вот. Вы очень правильно чувствуете это время. И белорусов. И вот за эти 20 лет белорусская власть сделала все, чтобы нивелировать в них готовность, способность и умение, которое исторически в них было заложено, бороться. Я всегда говорю о том, что для национальной зрелости, любой общности людей, мало одной только эволюции, природной, и социальному пубертату. Мало. Свобода, за нее нужно бороться. Я не призываю крови. Иногда даже пролить кровь. Не призываю. Да, это так и есть. Я понимаю, но... Я не призываю там всем залезть на броневики, не призываю там штурмовать государственные учреждения и организации. Нет. Окей. Но это надо понимать, что если ты сидишь сегодня дома и материшься на посредоточе государственных институтов, которые олицетворяют власть, ничего от этого не меняет. Сергей, хочу задать тебе несколько вопросов. Еще по СМИ. Сегодня совершенно понятно, что нам нужно реформировать там правоохранительные органы, судебную систему, экономические разные сегменты. Нам, конечно, нужно... Кто это будет делать? Мы должны это делать. Должны делать люди, ну, с моей точки зрения, которым не все равно, которые профессионалы. И вот так как театральную реформу, например, должны инициировать люди театра и думать о том, как выписать новый закон и как, так сказать, внедрить в существующую систему, точно так же журналисты и менеджеры, медиа-менеджеры, которым не все равно судьба СМИ, потому что совершенно понятно, что в том виде, в котором это существует сегодня, пациент скорее уже мертв, чем жив. И дело не только в глобальных процессах, там, смерть бумаги, изменение коммуникации, глобальных сетей и прочее. Это глобальные процессы, понятно, они идут. Но есть же еще какие-то субъективные наши здесь особенности, которые мы обязаны изменить для того, чтобы встроиться вот в этот мощный поток глобальной нетократии, которая, хотим мы этого или не хотим, она уже оформилась, она существует в мировом глобальном, так сказать, если мы хотим быть с ними вместе, если мы хотим делать медиабизнес, а не то, чем мы сейчас занимаемся, мы должны провести медиареформу. Вот как вы считаете, в связи с этим не очень конкретно вопрос, должны ли медиа, которые сегодня существуют на рынке, если мы требуем от политиков, открыть карты, показать, кто является инвестором той или иной компании, кто у кого какой бизнес, должны ли мы открыть своих инвесторов и показать, кто является подлинным хозяином интернет-телевидения такого, сайта этакого, журнала такого-то и так далее. Этот процесс должен произойти или нет? Должен произойти. Очень здорово, что вы об этом говорите в эфире канала 112. Да? Я считаю, что все это должны сделать. Это абсолютная правда. Вот знаете, нельзя бороться за чистые грязными руками. Нельзя. То, что сейчас делает, я сейчас через геополитический контекст пойду, делает Путин и его инфицированная аннексия окружения еще много-много лет назад, не останется на таких условиях Крыму России. Это только дело времени. Да, это может быть год, может быть 10 лет, а может быть несколько десятилетий. Примеров очень много. Берлинская стена. Мы постоянно... Нельзя строить эту стену любые геополитические конструкции грязными руками. Нельзя. Но это закон природы, развалится просто. То же самое касается и медиа. Нельзя строить свою компанию, выстраивать вертикально интегрированную медиакомпанию со своими бизнес-юнитами по производству тех или иных программ или акций, чего-то еще. Строить, множить количество своих продакшенов грязными руками нельзя. Потому что развалится. Рано или поздно. Или из-за того, что просто будет потеряно аудиторное доверие, стерто ластиком. Или потому что сами себя съедите и пересоетесь из-за денег. Помните Фондорина, Чертешвили, Акунина? СДД. Долгое время герои этой книжки, именно этой книжки, да, фондорианы не понимают, что такое СДД. А потом они понимают, им говорят, сожрите друг друга. Рано или поздно, если вы строите свои конструкции грязными руками, вы съедите друг друга. Это тоже закон природы. А вы знаете, кто настоящий владелец телеканала ЗИК? Кто настоящий инвестор? Владелец клуба Карпаты. Вот. А как там дальше? И есть ли этот путь дальше? Не знаю. Но когда я устраивался на телеканал ЗИК... Владелец клуба Карпаты, насколько я понимаю, есть совершенно конкретно фамилия, на букву Д. Да. 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 Все ясно. И когда я подписывал контракт, я просил только об одном, ну, вернее, говорил, что тут просить, да. Если я буду понимать, что моя творческая свобода, как ведущего, как журналиста, и моя свобода, как продюсера, будет вами регламентироваться, ограничиваться в силу каких-то там политико-конкультурных вещей, мы не сможем работать дальше. То есть, ну, вот, воспринимайте меня как человека, сформировавшегося. Да, я умею работать в команде. Я готов слушать и слышать тех, кто со мной рядом. Вместе с тем, я никогда не буду делать никаких заказных вещей и никогда не буду дышать в нужную сторону, когда мне... По большому счету, мне кажется, что подлинные владельцы телеканала или других СМИ, это не должно быть секретом, и это вообще ничего не означает, на самом деле, фамилия. Означается продукт только. Вот какой продукт эти люди делают, если они делают хороший, качественный продукт, фамилия Иванова или Петрова, она носит только какой-то формальный. Именно поэтому я и не произнес фамилию, когда вы меня спросили. Потому что я не знаю точно, вот на 100%, один ли это человек или это группа людей. И это для меня не главное. Если я получил гарантии того, что я буду свободен, значит, мы работаем дальше. С моей точки зрения, вы делали интересную серию программ «Портреты», но я запомнила очень одну программу с мельчаком. Она была фантастическая. Вот знаете... Очень разные мнения об этой программе. Она была фантастическая с моей точки зрения, потому что я вдруг, знаю Медведчука много лет, я вдруг осознала, глядя на ваш разговор, и самое главное, вот на энергетический уровень этого разговора, какие демоны страшные терзают этого человека и какие у него серьезные психологические проблемы. И происходит ли вот за кулисами что-то интересное? Вот каким он ушел от вас? В каком настроении? Я, честно сказать, не помню. Почему? Потому что это был целый конвейер. Я не помню, кто-то мне запомнился больше, кто-то мне запомнился меньше. А кто запомнился очень хорошо? Ну, я тогда сейчас про Медведчука, коль вы начали, по поводу этого эфира. Разные были впечатления от этих программ. Кто-то мне сбрасывал в СМС-ки, что не дожал ты, не дотянул. Он ушел, не раскрытый тобой. А кто-то мне говорил то, что сейчас сказали вы. Мне сложно сказать вот мое послевкусие. Вот удался или не удался эфир. Что-то удалось в нем, что-то не удалось. Но это те вещи, о которых мы с вами говорили в начале. Человек выдаст себя взглядом, наклоном корпуса, с руками, мимикой. Когда я спросил Медведчука о том, снятся ли вам диссиденты, ответ был такой очень нервный. А почему они должны сниться? Ну, мы там знаем это. У меня было ощущение, что было очень трудно сдерживаться, что он всем хотел с вас ударить, когда он с вами разговаривал. Ну, вообще это нормально, когда многим моим гостям хотелось меня ударить. И даже Кличко Виталия в конце спросил, Виталий, вам же правда хотелось меня ударить. Ну, наверное, это значит, что в чем-то интервью удалось. В чем-то интервью удалось. Какие программы еще мне запомнились? Абсолютно вот такое ощущение, что два разных человека. Анна Герман. Первый раз, когда Анна Герман была в гостях, это, по-моему, был октябрь или ноябрь 2011 года, ну, когда в общем в стране по большому счету все было спокойно. И второй раз, когда я пригласил Анну Герман после парламентских выборов. Когда в Николаевской области, помните, были столкновения, был Беркут на участке. Я дал один синхрон в эфире плачущей женщины из Николаевской области. И она говорит, я ненавижу своего сына. Эта женщина говорит, простая женщина, ненавижу, потому что он служит в Беркуте, и он сейчас пришел и размахивает здесь дубинкой. Вы, обращаясь к власти, говорит та женщина, и Анна Герман это слышит, сидя в студии, вы, говорит та женщина, раскололи еще больше нашу страну. Я за это вас ненавижу. Я ненавижу своего сына. Вот эта личностная трагедия, не инициированная неким непониманием семейного характера, внутрисемейных отношений, а спущенная государством, вот это невероятная трагедия. У меня наворачивали слезы на глазах, хотя я в эфире стараюсь быть не сентиментальным. Я вот нутром полностью ощутил, что такое, как государственная машина, ну это ощутил еще в Беларуси. А что жалла Анна Герман? Ощутил еще в Беларуси. Как она способна ломать судьбы. Анна Герман ушла от ответа. И в первый раз, и во второй, я несколько раз свою героиню к этому возвращал. Так ничего и не ответила. Анна Герман ответила, что да, мне пишут письма матери всегда, в разные времена, и я понимаю, как важны хорошие отношения между мамой и сыном и так далее. А есть у вас такое ощущение, что она всегда к журналистам, а вообще, когда она попадает в эфир или с кем-то разговаривает о журналистах, что она относится к этому как к некому сериалу, она в сфере выполняет какую-то роль. Вот знаете, то есть... Ну это политики, а как, ну, политики, которые, хорошие спикеры, они всегда играют эту какую-то роль. Другое дело... Нет, у хороших спикеров роль не видна. Вот Лешко очень органично изображает то, что он изображает, хотя, естественно, он этим не является. Понимаете, он просто вот, он поймал за хвост эту конъюнктуру, он понял, ого, да тут же золотые россыпи, да тут же, да, и в хвост и в гриву, да. Ну это же, смотрите, это же касается и политиков, и журналистов, представителей самых разных профессий. Вот, мне часто это спрашивают студенты, вот как найти себя в кадре? Говорю, а ты не ищи себя в кадре, ты найди себя в жизни. Сергей, у нас, к сожалению, уже в финале, но я очень хочу, вот у нас фишка в программе, я люблю спрашивать о книгах, потому что книги, на самом деле, характеризуют очень человека. Одна из ваших любимых книг, как вы сказали нашему гостевому редактору, это Роман Кундера «Невыносимая лёгкость бытия». Ну там такая, на самом деле, я давно её читала, но я помню, что там в центре стоит такая постмодернистская идея, что всё прекрасно, и в принципе жить легко, и очень просто, пока ты не задумываешься над тем, а что же именно происходит вокруг тебя. Это жена, это любовница, это проходящие бессмысленно дни, и тогда действительно приходит невыносимая эта лёгкость бытия. Для вас эта вообще идея актуальна? Вы вообще как бы лёгкий или тяжёлый человек во взаимоотношениях с собой? Во взаимоотношениях с другими лёгкие, во взаимоотношениях с собой очень тяжёлые. Нет никого другого, кто бы так съедал меня, как я сам. Я знаю, что мне это мешает, но поделать с этим ничего не могу. И даже вот после разговора с вами, несмотря на то, что у меня сегодня ещё ряд таких важных встреч, где мне нужно будет отвечать на вопросы, я буду думать о нашей с вами встрече и вспоминать какие-то свои ответы. Сказал я, понятно, или можно было сказать, понятнее и лучше? Но это сопрягается ещё и с тем, что я журналист. Что же, сегодня с нами был Сергей Дорофеев. Он был здесь. Здесь был человек, который очень любит то, что он делает, и человек, который отлично знает, что такое невыносимая лёгкость бытия. Спасибо, Сергей. Благодарю вас. Спасибо.